Всем здравствуйте! У нас, значит, наша вечерняя лекция и разговор, посвященный архитектуре и языку Сембера Риск-Файв Я уже предупреждал о том, что этот спецкурс является частью большого проекта, поэтому плотность будет иногда довольно высокая разговора, но ничего не поделаешь И да, я рассчитываю, поскольку все-таки у нас максимум 24, на самом деле 22 часа Я рассчитываю на какое-то количество знаний об архитектуре ВМ с вашей стороны, что она уже есть Прежде чем начать разговор про нынешнюю тему про память и работу с памятью и с регистрами в Риск-Файве Хочу напомнить тем, кто знает и ввести для тех, кто не знает одно довольно важное понятие которое очень часто будет у нас возникать при разговоре об архитектуре ВМ это понятие конвенции или договоренности Их! Вот пришел сокращенец и говорит, что есть есть правки, а я их не почитал К сожалению, не успел Вот меня надо дергать заранее Если бы меня заранее дергали, я бы почитал Извините ради бога Ну, в конце концов, можно будет попробовать их почитать после и внести в тудушку Пришел сокращенец и напоминает, что у нас есть некоторые разговоры по... Ну, некоторые обновления, которые надо сначала найти Ну вот, значит так, конвенции Это понятие будет нам встречаться довольно часто в разговоре про архитектуру И состоит оно в следующем Конвенция сама по себе Она же договоренность Иногда понятие конвенции сужают до конкретно понятия до конкретно понятия API Вот Значит Но на самом деле не только API нуждается в конвенциональном подходе И это такая такой вид договоренности такой вид фиксации некоторого статус-кво некоторого имеющегося положения дел Который, с одной стороны, не может быть изваян в железе То есть не может быть заинфорсен, как это по-русски Насильственно прибит к какому-то процессору А с другой стороны, от вас ожидается, что в этой самой конвенции этой договоренности следуете И если вы ей не следуете, то вы определенно сам себе злобные бруотины И, так сказать, все стружки и гвоздики, которые вы получите если будете действовать против конвенции это ваши собственные проблемы Кроме того, конвенция как договоренность довольно часто еще служит цели зафиксировать результаты некоторых исследований Ну, допустим в РИСК-Файве есть понятие псевдоинструкция Мы сегодня будем прям глазками глядеть на то, как выглядит псевдоинструкция Псевдоинструкция — это не просто замена одной инструкции на несколько других или одной инструкции с одним названием на инструкцию с другим названием Это еще и замена этой инструкции на инструкцию, которая, по идее, должна работать наиболее эффективно То есть, допустим, мы помните, был такой принцип у РИСКа вообще и у РИСК-Файва в частности не делать дублирующие инструкции У нас нет операции положить ноль в регистр У нас есть операция сложить с нулем, например Но, между прочим, вместо сложения с нулем можно было бы сделать OR 0 или еще какую-нибудь такую же, значит, вызвать эту самую инструкцию Почему-то даже не используется инструкция типа напоминаю, даже не используется инструкция типа EMIDIED для помещения нуля в регистр А у нас есть инструкция типа EMIDIED, которая работает с небольшим А, нет, она и есть типа EMIDIED, я соврал Именно ADD Почему-то именно ADD используется Наверное, под капотом реализация этого самого сложения с нулем работает быстро Поэтому, понятно, почему она работает быстро Там нет стены переносов, поэтому, наверное, можно очень эффективно реализовать такое сложение Но неважно Важно то, что вот у нас есть псевдоинструкция и конвенционально она раскладывается в это Ожидается, что если вы складываете что-то с нулем, то это, наверное, ну, с zero То это, наверное, есть инструкция переноса Вот Так, тут человек задает вопросы по домашнему заданию Евгений, давайте вы их попробуйте задать еще в конце лекции, тогда я вам отвечу Потому что сейчас я не хочу отвечать на вопрос до вашего задания Или задайте их в чатик, на самом деле, в этот самый, в наш телеграммный чатик Вот там я их увижу и отвечу Ну вот, все, поехали про конвенции Значит, напоминаю, что с моей точки зрения Есть такое неформальное правило MIPS Еще архитектура MIPS, которая говорит о том, что инструкции языка ассемблера То есть текстовые инструкции Это для чтения и удобного написания кода А сам машинный код, который генерируется после этого Он предназначен, в первую очередь, для эффективного исполнения Вот, то есть те инструкции, которые мы видим Тот язык, который нам предлагается, он удобен для наших глаз А тот машинный код, который в результате генерируется Удобен для эффективности на той архитектуре, под которой идет генератор Это, кстати, тоже нас наводит на идею о том, что должны быть какие-то конвенции Как красивое превращается в эффективное Вот, собственно, об этом как раз идет речь Что может быть, как минимум, заранее оговоренное преобразование программы Например, раскрытие псевдоинструкции во что-то Или даже некоторый разговор о том, как именно вы реализуете некоторые алгоритмы Например, связанные с вызовом под программ и так далее Мы об этом будем довольно много говорить И все наши разговоры, на самом деле, я не буду это упоминать каждый раз Будут иметь именно конвенциональный характер Потому что в действительности вот у вас есть система команд, которым предлагает риск Дальше на самом деле вы можете не следовать никаким договоренностям И писать код, как бог на душу положит Но только читать его никто не будет И совместимости с другим кодом не будет Если есть вообще такой механизм, связанный с использованием конвенции С их постоянным использованием То на самом деле может иметь место даже такой интересный эффект Что соблюдение дисциплины программирования Использование конкретных инструкций Или конкретных приемов Может даже повысить эффективность Например, очень многие предсказатели переходов Или какие-нибудь упреждающие вычисления Они сделаны таким образом, чтобы, например Мы об этом будем говорить, что предсказание перехода Для начала делается предположение, что переход будет Потому что если у вас цикл, то цикл много раз выполняется с переходом И один раз выполняется без перехода И если ваш код следует некоторым заранее определенным договоренностям То, скорее всего, под него довольно легко и эффективно разработать Какие-то дополнительные аппаратные штуки, которые будут работать лучше Какую-нибудь длинную псевдоинструкцию, которую все регистры куда-нибудь сохраняют За один присест, за один такт Потому что ваш камень наваяли дополнительное хранилище для этих самых регистров Но для этого вы должны программировать так, что эти регистры используются Именно они и никакие другие Кстати, о регистрах Здесь мы пропускаем кусок, который обычно бывает в курсе архитуры и языка Сенблера О том, зачем вообще нужны регистры, что это такое Давайте я просто очень кратко расскажу про это А за подробностями прошу обращаться к такого рода курсу Регистр Это такая типа быстрая память Да, значит, не типа, а быстрая Реально быстрая У нас тут с сокращенцем даже было некоторое исследование Почему, за счет чего она быстрая и так далее И мы не согласились друг с другом, но кажется, он меня перебит Регистр располагается не где-то на внешнем устройстве под названием АЗУ Внешнем по отношению к процессору А прямо на самом процессоре Причем в условно-непосредственной близости к айфметикологическим устройствам и всему остальному Поэтому время обращения к содержимому регистра Просто несравнимо меньше, чем время обращения к оперативной памяти И это главное его свойство Второе свойство регистра, что их не очень много Из-за этого они имеют очень небольшой адрес Ну, в смысле номер регистра, да, как правило, несколько битов Вот их в RISC-5, их 32 штуки Ну, соответственно, 5 битов занимает один регистр Адрес одного регистра Это значит, что в одну инструкцию можно напихать таких регистров несколько штук Namely 3, да, у нас RISC-5, как уже говорилось, трехадресная архитектура Значит, существуют инструкции, в которых три адреса регистра Можно затолкать в один 32-разрядный код операции И еще добавить туда всякие дополнительные памяти Вот, так что слишком много регистров делать дорого и невыгодно Потому что непонятно, значит, ну, то есть, понятно, да, если их будет, допустим, не 32, а 1024 То у вас внезапно не 5 будет битов, а 10 занимать один адрес регистр Ну, и так далее Там мультиплексы уже придется делать какие-то Ну, короче, они превратятся в медленную память Вот, так что нужно ограничивать числа регистра Более того, при грамотном планировании вычислений Если у вас контекст вычислений не плавает Или если это не какая-то совершенно жуткая формула То большинство вычислений можно производить на регистрах Вообще не обращаясь к оперативной памяти Ну, то есть, время от времени что-то оттуда подгружая Или что-то туда бывает Довольно много исследований таких теоретико-практических Относительно того, как правильно должен выглядеть код, который оптимально задействует регистр Это прямо целая наука планирования вычислений С некоторым определенным ограниченным объемом ресурсов Вот, кстати сказать, в риске, мы это уже говорили на прошлой лекции Ну, и в риск 5, разумеется, тоже Вообще все вычисления производятся только на регистрах Ровно из этих соображений Никаких команд сложить ячейку А с ячейкой Б положить в ячейку С Заранее не предусмотрено Да, то есть, я честно не знаю, существуют ли они вообще в каком-нибудь из расширений риск 5 Они точно не существуют в базовом В сокращение, вспомнил инструкцию, где аж 4 регистра используются Но до этого мы еще дойдем Вот, это, я так понимаю, floating point Да Значит, правда из этого следует, что регистров нужно не меньше, а больше Ну, понятно, да, поскольку все ваши вычисления, все команды актуально вычисляющие делаются только на регистрах А в память можно только писать и читать Значит, ну, понятно, да, регистров должно быть много Вот, ну, вот это самое много Это самое много В случае риск 5 превращается в циферку 32 32 регистра общих назначений, на самом деле 31 Вот Все эти регистры абсолютно одинаковые, кроме x0 Вообще все И тот факт, что они используются для разных целей, о чем мы сейчас будем говорить И это уже конвенция Вот x0 Единственный особенный регистр, в нем всегда лежит 0 Это прям как дев в zero или дев в null Нет, короче, на запись это как дев в zero, а на чтение как дев в null Из него всегда можно прочесть 0 А еще в регистр x0 можно что угодно записать, и оно там бесследно пропадет Очень удобный инструмент В том числе он удобен для реализации псевдоинструкций Типа той, о которой мы с вами уже говорили Да, инструкция поместить маленькое значение в регистр Это на самом деле сложить с x0 И, кстати, я знаю, почему оно быстро работает Потому что когда декодер видит, что мы складываем с x0, он просто ничего не складывает А зачем ему? Вот Сокращение говорит, что в маленьком расширении, которое для микроконтроллеров RV32E Там вообще 16 регистров Ну, понятно, если у нас микроконтроллер, у нас, как правило, память маленькая Вычислительные задачи, в общем, как правило, не вычислительные Зачем нам столько регистров? Так будет проще Вот Там еще и длина инструкции может быть короткая В упакованном варианте, в расширении C Там может быть 32-16 битов инструкции Ну, короче, вот так Вот Теперь относительно конвенции по регистрам Значит, регистры бывают, условно говоря, трех видов Специализированные, временные и как бы постоянные Специализированные регистры Это регистры, в которых принято хранить определенные штуки Ну, например, указатель на вершину стека Или Адрес возврата Из подпрограммы сразу скажу, что соответствующая инструкция RISC-5 Может Вызов подпрограммы, в нее можно положить любой регистр Но обычно используется регистр X1, который называется RA Вот StackPointer это X2 В части конвенции, практически во всех используется регистр X3 Он называется GlobalPointer Это В вашем с вами простом представлении Это просто место, где лежит адрес начала блока глобальных переменных А в действительности это очень важный регистр Который позволяет делать позиционно независимый код То есть такой код, в котором вся адресация, абсолютно вся адресация Происходит не по абсолютным адресам А по смещению относительно какого-то места в памяти Это самое место в памяти хранится как раз в регистре GP GlobalPointer Я не уверен, что мы успеем это хорошо рассмотреть Но большая часть кода именно RISC-5 и так позиционно независимая Думаю, что мы сегодня это увидим А вот в случае, если вам нужно определить Работать с такими штуками, как землянички разделяемые библиотеки Которые грузятся в заранее неизвестное место в памяти Там без этого GP вообще не обойдется В некоторых конвенциях еще регистр X8 теряет свою роль Постоянного регистра 0, а называется регистром FramePointer Это в тех вариантах компиляции, при которых используется так называемый кадр стека Кадр стека – удобный инструмент, мы в свое время про него поговорим Нужный для того, чтобы более-менее автоматизировать просмотр стека, вызов процедур Там всегда конкретного размера в стеке занимает вызов процедуры И его можно программно обрабатывать, не над глазками туда глядите Вот, это специализированные регистры Значит, дальше следуют регистры типа T, временные Временные регистры, их можно использовать совершенно без ограничений У них есть одно важное свойство Если вызвали под программу или даже здесь Нет, именно под программу Не гарантируется, что в этих регистрах останется то же самое значение Поэтому они временные Вы что-то положили, вы можете смело туда класть что угодно Никому от этого будет не холодно, не горячо Вы можете вызвать под программу, и там останутся те же самые значения А может и не останутся, потому что в этой под программе регистры типа T тоже будут использованы Вот, то же самое, кажется, относится и к регистрам типа A Отличаются они от регистров типа T, что они используются для параметров То бишь arguments, вызова этих самых под программ Вот, существует много разных конвенций относительно вызова под программ И передачи им параметров, потому что, например, 8 регистров не всегда достаточно Вот, но об этом мы тоже поговорим немножко вскользко, поговорим попозже А пока просто знаем, да, вот есть регистры A и T Их содержимое после вызова под программу может меняться Вот, но зато их можно использовать как хочешь, как заблагорассоваться Регистры типа S Не знаю, как это расшифровывается Статик, наверное И это регистры, в которых конвенции, именно конвенции, гарантируются То есть вами, как соблюдающим конвенцию, гарантируются, что после вызова под программ Там останутся те же самые значения Соответственно, если вам придется использовать регистр типа S в вашей под программе Сначала сохраните его текущее содержимое куда-нибудь На стек, ну, куда-нибудь Потом делайте с ним, что вы хотите А перед выходом из под программы верните на место После соблюдения такой дисциплины Вы сами можете пользоваться регистром S, кладя туда что угодно И рассчитывая на то, что при выходе из-под программы вы увидите там то, что вы туда положите Вот примерно все, что мы знаем про регистры в RISC-5 Напоминаю, что все они, кроме X0, вообще-то равноправны Но некоторые более равноправны, чем другие, в силу конвенции Вот, теперь, значит, относительно памяти оперативной Оперативная память в RISC-5 Наследует некоторую идеологию организации оперативной памяти в процессоре MIPS Оттуда выбросили одну очень странную идею Относительно того, что в одной плоской линейной модели памяти Может уживаться несколько программ одновременно и там, значит, существовать Вот, а в остальном, в общем, осталось похоже Значит, процесс, который работает с этой самой линейной моделью памяти Значит, почему он называется плоской линейной? Потому что мы сейчас не говорим о механизме виртуальной памяти Которой в том эмуляторе в RISC, который мы с вами используем, просто нету И, видимо, эта тема уедет, у нас с вами уедет в такую обзорную лекцию В соответствующее место А в большом курсе в этом месте вместо RISC придется использовать что-то более крутое Например, эмуляторы настоящих платформ типа QE Вот, ну так вот, плоская модель памяти предопределяет, что вашему процессу доступна вообще вся адресуемая память Ну, для простоты будем считать, что мы работаем в 32-разрядном процессорах То есть вообще все адреса от 0000 до 0xFFF Являются адресуемыми Так можно сделать К ним можно сходить Вот При этом Опять же, сообразны конвенции И таких конвенций на самом деле много Даже в RARS их три штуки разных Для полной модели Для мини-контроллера, условно говоря, для микроконтроллера Сообразны конвенции разные сегменты этой памяти используются для разных вещей, а иногда вообще не используются совсем, и это аппаратно запрещено. Попытка доступа, например, к сегменту от 0 до 440 приведет к исключению. Эта память вообще зарезервирована, туда нельзя не писать, не читать ничего. Почему так? Потому что, ну это, кстати, не очень большой объем, потому что, если мы работаем на самом, вот, например, сокращенец говорит, что в действительности даже эта конвенция ничему там особо не наследует, в Рискфайве может быть какая угодно, то есть в реальном камне может быть какая угодно, читайте, как у вас устроена модель памяти. Ну, окей, тогда будем говорить о том, что так устроена РАВС. Моя, собственно, идея, собственно, не совсем про это. Моя идея про то, что на самом верхнем аппаратном уровне мы действительно имеем некоторую область, куда происходит memory mapping, то есть доступ по обычным командам, которые ходят к памяти, транслируются в управление внешними устройствами. Про это у нас будет отдельная лекция. Часть этой памяти занимает ядро, часть этой памяти занимает, условно говоря, большой-большой кусок этой памяти занимает область данных, и какой-то кусок памяти занимает программный код. Вот. Понятное дело, что в действительности у нас есть несколько уровней виртуализации. Ну, вот в Рискфайве их четыре, есть аппаратный уровень, дальше супервизор, супер, сейчас скажу, один этих супервизор, другой, да, гипер. Значит, аппаратный уровень, гипервизор для управления, условно говоря, окружениями, ядро операционной системы и пользовательский уровень, которому доступен минимальный набор команд, только то, чего можно сделать. И точно так же вкладываются вот эти виртуальные, ну, может вкладываться раздаваемая память, если у вас есть устройство, страничное устройство и соответствующий инструментарий для виртуализации памяти. Вот. Из этого следует, что на самом деле, вот мы придумали такую конвенцию, где что-то где-то лежит по каким-то адресам. И эта конвенция на самом деле может быть легко в силу процесса виртуализации памяти воспроизведена уровнем ниже, уровнем ниже и даже на уровне, там, самым низком, на уровне пользователя. У него тоже будет какая-то область, как бы ядра, которая ему недоступна, у него тоже будет memory mapping input output, который, возможно, ему кто-то сделал доступным, у него тоже будет область данных, область программного кода, и вот это все будет загружаться в памяти и работать. Понятное дело, что такое картирование очень сильно упрощает взаимодействие. Мы всегда заранее знаем, с какого места у нас программа стартует, где у него лежат обычные данные, где у него лежат... Ну, давайте прям посмотрим на картинку. Это запрещенная часть. Это код программы. Вот отсюда, вот досюда лежит код программы. Исторически так сложилось, что он называется текст. Почему код программы называется текст? Ну, наверное, когда-то не делали различия между текстом программы в виде текста и текстом программы в виде кода. Дальше идет область данных, и в этой области данных есть различные сегменты, не сегменты, а секции. Не хочу говорить слово сегмент, а то вы еще вспомните из первого курса сегмент на страничную адресацию. Ее тут, слава богу, нет. В самом начале идет нечто под названием область глобальных данных. Эта область глобальных данных заканчивается чуть позже. На нее ссылается... Вот этот адрес может лежать в том самом регистре ГП, вот отсюда вниз. Здесь у нас идут обычные данные, самые обычные, которые заводятся по классическим директивам, типа там, не знаю, точка ворд. Вот. И, начиная с адреса 1400, идет так называемый куча, он же хип. Это самая сложная и мутная тема в курсе операционных систем. Это такой кусочек памяти, выделение которой, вообще-то за выделение которой отвечает операционная система, но заодно одна же отвечает и за то, чтобы, как это сказать, освободить. Вот вы выделяете на куче блок памяти, потом еще блок памяти, потом еще блок памяти, потом второй из них, говорите, освободить его. Операционная система как-то так отвечает за то, чтобы эта память там не перемешивалась, не превращалась в, значит, перемежающиеся участки, занятые, свободные и так далее. Естественно, ничего этого в отсутствие операционной системы у нас не будет. У нас будет системный вызов, который выделяет безвозвратно на этой куче какой-то блок, и все. Это все, значит, выделяемые системой на куче адреса растут вверх, а сверху, с адреса 7FFEFFC вниз растет стэк. Даже не так. Стэк растет вот с этого адреса, 7FFEFFC, но переменная стэкпоинтер, регистр стэкпоинтер указывает вот на эту. То есть есть некоторый зазор между этим и этим. Я не знаю, зачем так сделано. Мне кажется, для того, чтобы если вы промахнетесь мимо стэка, вы не начали сразу писать во что-нибудь существенно важное. Мне кажется так. Ну вот. Кажется, это максимальный размер фрейта как раз вот этот кусочек. Боюсь соврать. Итак, у нас куча растет вверх, стэк растет вниз. Вот. Да. Кстати сказать, в классической RISC-5 архитектуре никакой аппаратной поддержки стэка просто нет. Регистр стэкпоинтер это просто обычный регистр общего назначения, который мы почему-то назначили указателем стэка. Память от стэка находится в той же самой памяти. Как видите, даже в том же адресном пространстве просто растет с другой стороны. Вот. Как мы увидим, возможно и не нужно. Возможно и не нужно. Вот. Дальше идет область Memory Mapping Input Output. Ватс. И эта область, как уже было сказано, в которой отображаются, ну, оно как бы соответствует памяти устройств, с точки зрения нашего API. Мы пишем в эту память, а эти на бантике, которые пишем в эту память, внезапно попадают прямо в мозжечки устройства, что-то с ними делают. В действительности, понятное дело, никакого совмещения о памяти устройства и оперативной памяти не делается, а просто сама инструкция записи в память по определенному адресу транслируется в команду управления внешним устройством. Вот такая картина. Так, это я все сказал. Да, что касается памяти ядра, то это вот как раз немножко, вот, по крайней мере, в RARSE это как раз немножко, немножко такой дань еще MIPSу. Вот. В классическом MIPS нельзя было написать программу, которая занимает, вернее, нельзя было сожрать память больше двух гигабайт. Четыре гигабайта неадресуемо, потому что и старшие два гигабайта оказывались заняты памятью ядра. Вот. Из-за этого какой-нибудь сланг переставал вообще работать под MIPS 32, он просто не влезал в 2 гигабайта. Вот. Ну вот. Значит, вопрос, можно ли в RARSE прочитать байт из раздела текст. А, тут интересный вопрос. Смотрите. В MIPSе, ну и в, соответственно, в RISC-5 тоже есть правило, что байт можно прочитать с любого адреса. из области памяти точка текста. То есть, из области памяти, где хранится код, а не данные. Вот. Давайте проверим. Заодно я вспомню вообще, как с RARSE работать. А то я, знаете ли, позабыл за два года. Так. Значит, что мы хотим? Мы хотим написать программу. Здесь написать что-то типа старт. У нас есть load address? Да. Ну, скажем, T1, запятая, запятая не обязательно старт. Так. Никто не помешает. U. Ад и. Так. Только надо вот так делать. Что? T1, T1, 1. Даже не так. Давайте вот что сделаем. Давайте убедимся, что можно сделать что-то нибудь такое. .word 0x 4, 5, 6, 7, 8. Да? Вот. И давайте сначала убедимся, что можно прочесть один байт отсюда. load bytes T2 T1. Вот такая штука должна сработать. Что сейчас происходит? Я загружаю адрес некоторое место в памяти в регистр T1, добавляю к этому регистру T1 единичка и попытаюсь по адресу, который хранится в T1, загрузить нечто в регистр T2. Мне кажется, один байт. Обратите внимание, один байт. Мне кажется, эта штука должна сработать. А вот эта штука, опять же, мне кажется, сработать не должна. И это будет как раз ответ на вопрос, можно ли это сделать. Давайте попробуем. Для начала это надо сохранить. Скомпилировать. Никто не вырвался. Обратите внимание, всем хорошо. Попробуем пошагу в это пройти. Вот загружаем лод адрес в регистр T1. Вот там. Видите? 11001. 11004.0. Что это за место? Это то самое место в нашей модели памяти, где лежат основные данные. Вот оно. Base address. Ну и все правильно. Это и есть base address. Сейчас мы добавим туда единичку. Получается 11001. И сейчас мы попробуем с адреса 11001.0.1. Загрузить байтик. Он загрузился в регистр T2. И там лежит 5.6. Тоже интересная тема. Смотрите. Здесь написано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Откуда 7, 8, кстати? Нет никакого 7, 8. Ну, неважно. Здесь написано 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, подождите. 7, 8. А почему 5, 6? Что-то я не понял. Секунду. Да, это little engine. Ну, порядок. Понятно. Вот у нас есть два полуслова. Они лежат вот так, а боито в них лежат вот так, поэтому самый первый это 5, 6. Мы об этом еще будем говорить. У нас будет разговор про эндинес, но вот, видите, мы на этом уже немножко споткнулись. Давайте посмотрим, как они лежат. Ну вот, да. 5, 6. А, я туплю. Господи, мы же единичку прибавили. Так-то было бы 7, 8. Все нормально. Все, все, все хорошо. Я испугался. Мы же прибавили единичку. Если бы мы не прибавили единичку, был бы 7, 8. Потому что в слове-то они лежат вот так, а как было правильно сказано с места, endiness у нас little, значит, самый первый байт, он лежит самым первым. Это нужно, знаете, для чего? Если у вас есть единичка, а дальше нули, то вы почитаете байт, и там единичка. Вы читаете машинное слово, и там единичка. Вот. Вот мы, да. Ну, окей, все, хорошо, прочли. 5, 6. Окей, продолжаем. Вот мы загрузили в Т1, где это? Вот мы загрузили в Т1 значение, значение того, что у нас было написано просто старт. Видите, тут написано 440. Что это за 440? Смотрим в модель памяти, и видим, что 440 – это начало нашей программы, начало текста. Вот. Ну, шикарно. Смотрим на него, добавляем единичку, получаем, да, вот сокращенец нам подсказал, что первый байт не рвать. Получаем 440,1, и вот момент истины. Разрешат ли нам выполнить эту операцию load-bite? Что, разрешили? Ой, как интересно. Разрешили. Прерывания не возникло. Ну вот. Кажется, да. Программ финишит. Отлично. Значит, выяснилось, что прочесть 1 байт из области кода можно. Вот. Давайте тогда попробуем записать этот байт туда. Ну, давайте ради интереса загрузим в Т2 какое-нибудь другое число. Раз, два, три. И попробуем записать этот раз, два, три. Раз, два. Т2. Ну, все в тот же Т1. Посмотрим, что получится. Ради интереса давайте даже не так сделаем. Давайте сделаем вот здесь. Вот положим положим ли Т3. Ну, скажем, 33. И запущим. StoreByte Т3 Т1. И здесь повторим эту штуку. Да, у нас Т3 не меняется. Вот здесь Т3. Вот это уберем безобразие. Вот. Т3 Т1. Пробуем. Так. Ну, вот у нас теперь в Т3 в Т3 у нас живет наша 33, чем он там равно. Т3 он там ниже. Вот он. 21, 16-ричный. Вот. Вот мы загрузили. Все получилось. Сейчас мы попытаемся записать в память байт. Вот сейчас будет вот это место сделать, чтобы было виднее. О! Где там этот наш 21? Вот он, этот 21. Видите, да? вот там, где было 5, 6, теперь 21. Вот. Теперь давайте попробуем проделать то же самое в стурбайт. И что? Что-то я не вижу, чтобы он меня поругал. Слушайте, а может, я забыл включить защиту записи? и так вот все вам показываю, показываю. Да! Там стоит сетт, мы даваем код. Вот. Ну, на самом деле, это хорошо, неплохо. Значит, смотрите, мы с вами сейчас работали в такой, в такой дисциплине, при которой можно брать и записывать прямо в код программы, прямо в код, не в данные. Какие-то значения. В результате у нас получается, в общем, не очень понятно, что тут вот... Вот. Этот код уже поменялся. Если мы попытаемся сейчас выполнить, все развалится. Вот. Поэтому обычно вот эту галку выключают, и мы внезапно из архитектуры Гарвардской получаем архитектуру Манчестерскую. Кажется так. Я их все время путаю. Где вообще-то считается, что область памяти для данных и область памяти для кода не пересекаются. И если мы сейчас попробуем эту программу выполнить, во-первых, надо сохранить, скомпилировать и попробовать еще раз, то с памятью все получается хорошо. Бумс. А попытка прочесть байт из секции текст, то есть из секции кода, уже здесь отваливается с защитой прав. Потому что вместо того, чтобы пользоваться некоторой единой памятью, мы пользуемся моделью, в которой с памятью кода нельзя делать того, что можно делать с памятью данных. И наоборот, если вы попробуете перейти, передать управление в память, которая считается вот по этой карте, считается памятью данных, то оттуда нельзя будет выполнить инструкцию. 20. Кстати сказать, мое предположение, почему вот эта область внизу зарезервирована для записи в этой модели памяти, очень простое. У вас при реальных вычислениях возникает много всяких чисел. нули, единички, не знаю, 100-500, 42, ну, какие-то такие чиселки. Не дай бог, эти чиселки случайно окажутся в регистрах, и вы их по недосмотру станете использовать как адреса. Если бы нижняя область памяти не была вообще зарезервирована, то они бы сработали, вы бы оттуда что-то прочли, или еще, возможно, даже туда что-то записали, ну, и там бы началось. Но поскольку для вас, как для пользователя это область зарезервирована, любая ошибка в работе с адресами, выглядит вот так. Так, давайте быстро пойдем дальше. Ну вот, директивы размещения данных в памяти. Одну из них мы уже видели, это Word. Причем, похоже, что этот Word можно писать сколько угодно. Мне показалось, что, когда я написал, а, нет, все нормально. Вот так его можно писать. Понятное дело, что их можно, этих Word-ов там написать много. Word, Word, Word. Вот. Есть директивы Double Word, это значит 8 байтов. Сокращенец говорит, что иногда на нулевые адреса отображается как раз секция кода, чтобы выполнение начиналось с нуля. Думаю, что это как раз свойство всяких мелких архитектур. Вот. Half. два байта, то есть полуслова, байт, один байт, а ски строка, вы прям можете буквочки туда писать, а скиз строка, как в си. Буквочки, буковочки, буковочки, а последний байт нулевой. Ну, давайте просто скопипастим отсюда для быстроты некоторый кусочек и посмотрим, как это, во что это превратится в память. Так. Ну, тут надо, видимо, сделать вот так вот. Плохо видно. И вот так вот. Вот. Смотрите. Самый известный шестеричный, восьмизначное шестеричное число в мире это dead beef, конечно. Оно, естественно, вот как здесь написано, так оно в памяти прилезло. Вот. Вот здесь, как видите, the word, двойное слово из уже, значит, не восьми, а шестнадцати, да? Да. Ну, чуть меньше. Вот. Это двойное слово из пятнадцати цифр естественно хранится так. Сначала, ну, в силу эндинес, в силу little engine, сначала младшая часть, потом старшая часть. Давайте. Вот отсюда. Ace, bad, feeded. Да? Ace, bad, ноль, feeded. Вот. Как хранятся полуслова? Ну, я подозреваю, что так и хранятся сначала, сначала, вот в младшем, младший, младший полуслов, первое полуслово в младшей половине, второй полуслово в старшей половине. Поэтому у меня написано раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а здесь написано наоборот. Да? Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, здесь написано наоборот. Классический, little engine, как он есть. То же самое с, то же самое с байтами. Что тут написано? 12, 13, 14, 15. Давайте посмотрим. 12, 0C, 13, 0D, 14, 0E, 15, 0E. И то же самое с, а, здесь будет выравнивание, да? Сейчас, давайте посмотрим, будет ли оно 33, 4, 4. Не будет здесь выравнивания. Вот полуслова 33, 34, 4, вот байт 7, 7, 6. Все, все четко упаковано. Вот. Ну, то, что использовать можно метки, мне вам не говорить, вы, я думаю, и так знаете, что такое метка. Вот метка превращается в соответствующий адрес, мы загружаем, мы только что это делали. Вот. Где-то тут должен быть разговор про выравнивание, давайте я про него, про выравнивание, немножко скажу, а потом мы перейдем к следующей теме. Выравнивание, это ситуация, когда у вас, как я сказал в самом начале, слово должно начинаться, должно располагаться по адресу кратным 4, полуслово по адресу кратным 2, ну, а байт понятный. Единственное исключение, кажется, двойное слово все-таки может все еще располагаться по адресу кратным 4, никого это особо не волнует. Поэтому, если я вот такую, вот такую память сейчас попытаюсь странслировать, вот, то, ну, давайте, сейчас мы это сохраним, давайте повангуем, что там будет с выравниванием. Значит, как уже было сказано, слово, после него двойное слово нормально начнется с адреса просто кратным 4, не обязательно кратным 8, полуслова нормально начнется с адреса кратным 2, а для того, чтобы после полуслова одного воткнуть снова слово, должен быть alignment, смещение, и здесь будет еще полуслово нулевое, да, как если бы после этого был бы еще half 0, 0, вот, один байт после слова отлично воткнется, а чтобы снова слово тут воткнуть, надо будет еще сколько, 7 байтов нулевых подогнать выравнивание, потому что, когда мы будем обращаться, если бы здесь стояли метки, и мы будем обращаться к этим адресам, эти адреса, вот эти, должны быть кратны 4, а вот эти, должны быть кратны 2, вот такая тут всякое вангование, значит, да, здесь используется вообще инструкция align, и вот эта двоечка, это степень двойки, значит, align 2, это значит выравнивание на слово, align 1, это кажется выравнивание на полуслово, вот, примерно так все должно выглядеть, давайте это скомпилируем, и убедимся в том, что наше вангование было условно правильным, значит, слово, двойное слово все было хорошо, полуслово, вот оно, 2, 4, 6, 8, да, а дальше мы говорили, что должен быть ноль, и только после него 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, смотрим, это правда, ноль, и только после него 7, 6, 5, 4, 1, 0, дальше мы говорили единичка и 7 байтов выравнивания, так и есть единичка и 7 байтов выравнивания только после этого слова, ну вот, сокращение говорит, что то, что я сказал про Align сейчас, это с его точки зрения более верно, что это степень двойки, потому что на самом деле некоторые ассемблеры позволяют сделать Align 9, например, и выравнивать сразу на 512, почему бы не так. Наверное, все-таки стоит сказать еще о том, что секции даты и секции текст это такие названия и секции, и поэтому если они у вас чередуются, то к одному добавляется, то к другому, вот дата, word, word, текст, текст, дата, вот этот word будет следовать вот за этим, а этот word за этим, вот, текст, вот этот ноб будет следовать за этим в памяти, а вот этот вот дата с указанием точного адреса переместит то место, куда располагается этот word в другое место, ну нет, давайте все-таки посмотрим, как это выглядит, но мне кажется, мне кажется, это интуитивно, это достаточно понятно было, так, еще один, это чуть ли не последний, у нас есть еще одна сложная тема, но мы, наверное, успеем, так, вот, давайте его скомпелячим, только для этого надо сохранить, пятый, компилировать, вот, смотрите, это область данных, 110040, и в области данных должно быть 156, 178902, смотрим, 161, 178902, а еще где-то там, по адресу 110040, должна быть, должна быть еще наша, вот эта, 334455, а, ну вот она, все, как мы говорили, а куда делись команды MV и NOB, они, наверное, где-нибудь в секции кода, вот, в секции текст, вот они, MV и NOB, все как у людей, в реальных задачах секций может быть больше, как правильно говорит сокращенец, потому что есть данные разного вида, некоторые из них генерируемые технически, и так далее, и так далее, в курсе по осям, я думаю, вы смотрели, как устроен там ELEF файл там этих секций, десяток, вот, понятных из них штук шесть, остальные вообще какие-то эзотерические, вот, окай, значит, теперь одна тема, которую я сознательно пропустил, это тема профессионной инструкции, давайте прям посмотрим, как работают псевдоинструкции, давайте туда добавим еще пример с короткой псевдоинструкцией LA, LE, E, вот здесь вот сделаем еще LE, допустим, кто писал этот редактор, почему восемь пробелов на одну тершину курсора уже, чем одна тумуляция, это как? ладно, я страдаю, мой, 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 внутренний перефекционист страдает, вот, T4, ну, скажем, это было T4, а не то, что ты написал, T4, ну, скажем, наш любимый, не знаю, 0xDE, там маленькое число, очень мало битов, хорошо, 8, 6, вот, окей, здесь тоже, что ли? О, значит, пробуем, так сначала сохранить, иначе он не скомпилируется, а, это я дату сегмент, надо, вот, сейчас это убрать, сейчас мы это все вернем на место, и это сюда, и это сюда, вот, давайте посмотрим, во что у нас выродились эти инструкции LE, псевдоинструкция LE с коротким целым выродилась в инструкцию ADE, да, добавить маленькое целое к нулю, вот, это маленькое целое 6, и поместить в регистр, в регистр T4, длинная инструкция, инструкция с большим адресом, она же, да, выродилась в ЛУИ и ADE, мы взяли, распилили эту 1001 на один, на вот этот, сколько тут, раз, два, три, четыре, ну, короче, на 20 битов старшей половины, затолкали ее в старшую половину, давайте прям посмотрим, как это выглядит, вот, что получилось в результате вызова инструкции ЛУИ 30, вот, 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 сколько там, 110, да, мы затолкали, старшую большую часть, старшие 20 битов, вот этого числа, в старшие 20 битов регистры T5, вот они, 1001, 0, осталось еще 12 битов, которые мы затолкаем в следующей инструкции А, и, вот, давайте, кстати, ради прикола здесь напишем 7, чтобы было понятно еще больше, вот, вот, вот эта инструкция затолкала старшую часть слова, а эта инструкция еще добавит туда 7, семерку, вот результат, там получила 7, а рядом с этой инструкцией ЛУИ была инструкция ЛА, которая загружает в регистр T6, X31, адрес ВАР, адрес ВАР вот он, и, в отличие от ЛУИ, которая работает именно с абсолютным адресом, с числом 11007, инструкция ЛА вовсе не 1100 туда добавляет, а видите, что она делает? Она вызывает специальную инструкцию АУИ ПЦ, слово ПЦ должно вас насторожить, это программ-каунтер, ассемблер вычисляет смещение относительно текущего программ-каунтера этой метки, и именно это число, FC10 в данном случае, заносит в соответствующий регистр, а потом добавляет туда смещение, положительное или отрицательное. Вот. В результате в регистре T6 таки сформировался абсолютный адрес нашей ячейки, но в коде нигде, смотрите, этот абсолютный адрес не участвовал. А участвовало смещение от текущего 40000С до 1100000. Вот можете мне поверить, что если это прибавить к этому, то получится вот это. Где оно там? Вар. Вот это. Вот. Зачем так? А это та самая тема с позиционно-независимым кодом. Такой код, позиционно-независим, в том смысле, что мы здесь нигде не использовали абсолютный адрес того, где лежит наша память, а вычислили ее. И если бы эта инструкция начиналась не с этой строчки, а с какой-то другой, она бы все равно сработала. Вот. Ну, здесь бы было другое число, но оно было бы относительно. А, не так. Если бы весь код лежал в другом месте памяти, вот в том же виде, в котором он есть, просто сдвинутый, вот тогда бы это все продолжало работать, потому что здесь вместо абсолютного адреса вычисляется смещение. Это нас приводит к теме, которая называется адресация в секции кода. Потому что с адресацией в секции данных все понятно. Байты, биты, вот это все. Адресация в секции кода это довольно запутанная штука, которая нужна для того, чтобы как можно меньше в идеале ничего в коде не получалось, не содержало абсолютные значения пробитые прямо туда. Их можно вычислять по ходу эти абсолютные значения, но забивать их прямо в код означает писать позиционно-зависимый код, который невозможно загрузить никуда в память, кроме того места, относительно которого он был написан. Вот. Вот один из примеров. Этот пример, о котором мы только что поговорили, что это инструкция типа U с большим адресом, но этот U, это смещение положительное и отрицательное относительно нашего ПЦ, вот АУ и ПЦ. В данном случае положительное. Поскольку этой части АУ и ПЦ загружается старше 20 битов значения, то, понятное дело, этот адрес не точный, его надо либо плюс к нему прибавить, либо минус, ну вот они им говорят минус. АУ и ПЦ. АУ и ПЦ. Конечно же, довольно нечасто нам приходится вручную, как мы это сделали в примере, брать метку и превращать ее в адрес, в коде. Вот метку в памяти превращать в адрес приходится все время, потому что это массивы, какие-то блоки данных, вот это все. Зачем вручную считывать адрес, превращать его в абсолютный адрес в коде, совершенно непонятно. Бывают такие ситуации, но нам они, в общем, неинтересны. Поэтому большая часть того, что происходит, когда вам в секции кода нужны адреса, это переходы. А переходы, понятное дело, очень легко превращаются в переходы относительно того места, где случилась необходимость перехода. Вот давайте попробуем цикл написать. Давайте я буду его прямо в онлайн писать. это не так просто, как кажется, но мне кажется, надо это сделать. 7. Так, что мы делаем? Так, а что там было? Сейчас давайте я посмотрю, что у меня в примере. В примере датах нет, надо только счетчик. А, это цикл, который просто крутится, больше ничего не делаем. Ну, хорошо. Давайте, значит, текст. Ли, допустим, Т10. У нас есть Т10? Я забыл, сколько у нас случайных. Есть, но хорошо. Т1, ну, допустим, запустим, 5, 5 оборотов цикла. Ли, допустим, Т00. Это у нас будет счетчик. Да? Что мы еще сделаем? А, тут даже вывод на экран будет. Отлично. Давайте тогда только один тогда. Дальше мы воспользуемся волшебной штукой, про которую, наверное, хочется сказать отдельно. Помните, я говорил, возможно, я не вам говорил, что в архитектуре RISC-5 нет четкого понятия, систем колл как таковой. Потому что мы не очень знаем, что у нас снаружи нашего окружения. Там операционная система, там сразу аппаратура, там гипервизор какой-то. Мы говорим, вот нам сказали, что вот такой внешний вызов делает тот, а мы его делаем. Вот мы сейчас этим и займемся. Мы положим в регистр А0, А0 или А1. Да, давайте почитаем help, но по-моему А0. Help там в help все есть. Чем хорош еще раз, у него есть система помощи, вот все системные вызовы. Нам нужен вывод вот что. В А0 надо положить целое число, в куда-то там, в А7, это номер системного вызова, надо положить единичку и дальше вызвать Екол. Ну, давайте так и сделаем. Значит, в А0 мы кладем Т0, в оси мы кладем номер системного вызова 1, делаем Екол, дальше мы вычет sub а, и ад. Что там? Т1, Т0, Т0, 1 и branch low, less than чего? t1, t2, t0, t1, up. Ну вот, примерно так это должно работать. Давайте пробовать. Так, сохраняем. Ась? Там же есть желтый мидий. Здесь вот move. Да, спасибо, я часто делаю эту ошибку. Вы имели в виду вот это. mv. Вот. Да? Да, спасибо большое. Так, ну что, пробуем. Оно вообще скомпилировалось? Оно скомпилировалось. Вот если бы вы не сказали, оно бы не скомпилировалось. Вот. Ну давайте смотреть. Вот у нас, уберем чатик на время. Вот у нас, значит, наши регистры. В t1 лежит 5, в t0 лежит 1. Заполняем а1 и а7 для системного вызова. Вызываем системный вызов. Вот он единичка вывел. Двойка. Тройка. Красотень. Вот. Значит, для чего я это написал? Обратите внимание, как устроена операция условного перехода. Напоминаю еще раз, что в трехадресной, в трехадресном системе команд операция условного перехода атомарная. Нам нужно сначала что-то сравнивать, а потом куда-то переходить. Потому что там хватает места. Это команда типа s, кажется. То есть в ней в ней два адреса и два адреса регистра и смещение перехода. Вот. Ну вот здесь такая же картина. Значит, два регистра, которые мы сравниваем и смещение. Смещение, как видите, вот такое. Наличие большого количества f как бы намекает нам, что это отрицательное число. Вот. Это переход назад и это правда переход назад на сколько тут получается? 8 умножить на 16 байтов. Вот. Ну вот. Давайте разберемся немножко с тем, сколько тут всего где. Это как раз адрес метки луп, как было сказано. Почему 16 байтов это метка луп? Не 16 байтов это метка луп. Я что-то вру. Как так? Раз. Четыре. А, да, 16. Я не вру. Да. Вот. 4, 8, 12, 16. Вот. Значит, почему это именно 16 байтов? Сейчас мы это увидим. Вот. Но пока вроде все понятно. А, понятно. Здесь расшифровка. На самом деле обратите внимание нету здесь такого числа. Вот тут его нету. Но что там на самом деле хранится вот в этой ячейке? Тут помним, да, ассемблер человеком читаемый, а бинарный код человеком не читаемый. Мы еще увидим насколько он человеком не читаемый. Ну вот. В принципе, в принципе все тут понятно. Единственное, что это у нас был цикл с постусловием. Мы сначала заполнили заполнили счетчик, тут же что-то вывели, а вдруг там значит здесь вот было бы написано 11. Тогда бы оно лишний раз напечатало что-то. Вот. Поэтому можно переписать уже код с выводом перевода строки. Заодно заодно значит посмотрим, как выводить строку. Значит, что мы делаем? Давайте вернемся к нашей программе. Значит, сначала мы проверим BGE T0 T1 ну, YEND какой-нибудь, да. Вот. YEND это будет где-нибудь здесь. YEND. кстати, давайте CISCALL какой там? 10-й. Давайте сразу приучиваться делать вот так вот. A7-10 E-call это у нас останов программы, типа EXIT. вот. Значит, да, дальше что делаем? Выводим наш T0. Давайте мы заведем строчку. А, строчка нам не нужна. Нам не нужна строчка. Мы лучше прям символ выведем, да? В примере символ. да. Нет. Сейчас 11. Почему 11? А, ну да. Так, значит, нам нужно вывести один символ перевода строки print char. Это 11-й CISCALL. Символ с кодом 10. так что Li A0-10 Li A7-11 E-call Вот. А здесь вот вместо BNT сделаем jump loop. Я этот пример делал не только для того, чтобы показать как по-другому, ну, как вызывать перевод строки, но еще показать, как выглядит инструкция типа J длинный переход. Сейчас мы на нее посмотрим. Так, давайте мы это скомпелячим. Для этого надо было сохранить. Он, кажется, это сделал. Вот. Ну, я надеюсь, что она продолжает работать. Раз, два, три, четыре. Она не продолжает. А, да, вот, пожалуйста. Один, два, три, четыре. Продолжает она работать. Давайте попробуем еще раз. Вот мы вывели единичку. Сейчас мы увидим перевод строки. Вот мы сейчас выведем двоечку. там только не видно, не скролится. Двоечку. Ну и так далее. Вот. Все, в общем, примерно понятно. Я хотел еще показать, как выглядит утилита типа, инструкция типа J длинная. Видите, там практически большой кусочек адреса, 20, что ли, битов. Вот. Вот. Это уделит, это инструкция, в которой только одно поле используется для регистра, собственно, вот это, а остальное, это, значит, смещение, в данном случае, назад. Вот. Кстати, обратите внимание, что в действительности нет никакой инструкции перехода по длинному смещению, а есть инструкция вызова под программы, Jumping Link, это инструкция вызова под программы, которая кладет адрес возврата в единственный свой параметр регистр. Только регистр это x0. Ну, мы положили адрес возврата в регистр x0 и до свидания. И перешли, значит, по этому адресу. Вот. Это чуть более длинный переход. Вот. 20 битов смещения, то есть, вообще говоря, в обе стороны по мегабайт. Вот. Почему по мегабайту? Ну, то есть, 20 битов это как бы не 22 бита, да? Почему? Где мы нашли еще один? Почему в два раза больше? Потому что мы знаем, что переход может быть только на четный адрес. На нечетный адрес переход быть не может. Любой адрес ячейки, даже в упакованном, в расширении C с упакованными инструкциями в RISK5 всегда четный. И это значит, что этот бит с ноликом хранить вообще не надо. То есть, вот если у нас написано про перемешанные байты, мы сейчас посмотрим сокращение, там не байты, там биты перемешаны, все еще интереснее. Вот. Короче говоря, когда мы храним смещение, которое относится к адресации в секции кода, нам вообще не нужно вот этот бит младший хранить. Любой переход все равно будет переходить. Этот младший бит потом нужно просто дописать нолик. соответственно, мы можем в два раза больше адресовать. Вот. Вот так. Вообще-то так никто не пишет. Обычно пишут все-таки был какой-нибудь, но почему бы и не. Получается, что любой мыслимый код, такой, человекоприемлемый, можно написать в позиционно-независимом стиле, не используя никаких явных адресов перехода, потому что там тоже вычисляется смещение. Ну вот. Да, я смотрел дизайсом, бинарный код выглядит так, но вот где-то здесь эти биты, они сдвинуты. Мы сейчас увидим, почему в инструкции типа G не видно вот этого минус единички. Она там такая. Значит, да. Так вот, единственное, когда вам придется, да, и во всех этих случаях переход будет по смещению. Единственное, когда вам придется сначала вычислять адрес с помощью инструкции LA в регистре, а потом делать далекий переход по этому адресу, когда вы умудрились написать такой цикл, в котором больше одного мегабайта кода. Ну, наверное, лучше так не делать. Не надо писать такие циклы, в которых больше мегабайта кода на Jump. В этом случае вам придется несколько хитрить, чтобы вычислить адрес перехода в явном виде и в явном виде на него перейти, ну, понятно, положить его в регистр и перейти на адрес, содержащий в регистре. Вот. Кстати сказать, все, что мы с вами видели в коде вот такого вида со скобочками, это так называемая косвенная адресация. В общем, довольно простая штука, работа с памятью, адрес которой лежит в регистре. Вот. В случае Рискфайва мы помним, что работа с памятью это только записи чтения, поэтому такие конструкции встречаются только в инструкции типа Storyload, ну, и, соответственно, каких-то похожих на них. Вот. Но есть архитектуры, которые этим не очень заморачиваются. Да, почему это сделано, понятно, говорилось на прошлой лекции, память очень медленная. И, например, в том же PDP-11, который, к сожалению, очень давний, он был устаревший еще, когда я его учил в конце прошлого течелетия. Вот. Там было понятие двойная косвенная адресация. Это когда у вас в регистре лежит адрес памяти, в который лежит адрес, по которому вы хотите сходить. Это очень удобно для построения таблиц ссылок, списков, вот этого всего. Вот. Ассемблер PDP-11 был предназначен для программирования на нем человеком без каких-то бы то ни было дополнительных инструментов. Но время, когда для этого писали ассемблер, конечно же, прошло. И понятное дело, что двойная косвенная адресация это значит двойное вхождение к памяти. Это очень долгая инструкция с точки зрения риска. Мы раз сходили к памяти, ждали эти циклы, когда к нам вернется значение. К нам вернулось значение, это оказался адрес. Мы два сходили с памяти, опять ждали. Ну, в общем, так никто не делает, к сожалению. Да, а она не будет работать, наверное. Тут вот сокращенец хочет, чтобы мы написали что-то типа... А, нет, почему не будет? Будет, будет. Давайте сейчас напишем. Давайте сейчас где-нибудь здесь уберем все это безобразие. Или нет? Сколько у нас времени? Осталось 15 минут. Давайте я посмотрю, хватит ли нам 15 минут. Нам не хватит 15 минут. Поэтому давайте двигаться дальше. Хотя пример, который приводит сокращение... А, мы еще увидим этот пример. Вот. Вы можете добавлять еще немножко смещения в такие инструкции. Там есть для этого место. Вот. Мы этого сейчас увидим. Как раз, когда будем говорить про косвенную адресацию. Давайте немножко поговорим еще, продолжим говорить про адресацию в... Поднапрягите глазки, я сделал поменьше, потому что эта табличка не помещается. Про адресацию в секции кода. Значит, про то, что адреса в секции кода все всегда делятся на два и ноль не хранится. Я уже говорил именно потому, что переход невозможен на нечетный адрес. Вот. Давайте немножко вкурим в то, как выглядят инструкции разного типа. Инструкция типа R это инструкция регистр-регистр-регистр. Адрес одного регистра, адрес другого регистра, адрес третьего регистра, destination, обкод и то, что называется function это когда уже обкод распознан, мы уже куда-то все нужные загрузили, а потом мы только выясняем, какую собственно функцию надо выполнять, складывать, вычитать или еще что-то. Инструкция типа E, immediate. Вот у нас есть 12 битов, которые мы можем куда-то положить. Да? Эти 12 битов и есть то самое 12-битное число, которое прилезет у нас в destination. Например, сложить source с 12 битами и положить destination. А вот инструкция типа S, типа store, да? Там хранится смещение, но вот это число, которое мы используем, оно, ну, при декодировании этой инструкции у нас два регистра типа source и нету регистра destination. Поэтому вот это маленькое число приходится разбивать на части. Часть из них хранится вот здесь. Дальше нам нужно указать регистр типа source. Один source, другой source. Поэтому часть хранится в поле destination. Формально они выглядят одинаково, эти две инструкции ИЭС. Но поскольку парсинг вот этих полей регистров происходит раньше, мы не можем внезапно сделать инструкцию, которая записывает что-то, но не указать поле destination. И наоборот, мы внезапно не можем сделать инструкцию, которая использует два регистра source, читает из двух регистров. Но сказать, ну, знаешь, ну, теперь ты читай вот отсюда. А у нас тут лишний памятник лежат. Мы так сделать не можем. Поэтому, если по логике инструкции требуется два чтения и не требуется записи, то вот это маленькое 12-битное число распиливается на части и хранится вот так. Инструкция типа S. Вот. Ну, и в остальном дальше... Да, и поскольку это число является положительным или отрицательным, когда оно сгенерится, получится вот такое число. Видите, вот этот 11-бит, он знаковый. Да? Бр-бр-бр. И дальше мы его б-бр-бр-бр. Все распространение. Получается вот такое число. То же самое, абсолютно то же самое с... Да, инструкция типа J особенно веселая, сейчас мы на нее дойдем. Абсолютно то же самое с инструкцией типа B, branch, с тем исключением, что мы помним, что нолик мы не храним. Поэтому получившееся число получится... Там значимых битв будет не 11, а 12. здесь будет бит равный нулю, да, а тут вот будет, значит, здесь будет бит не с нулевого, а с первого по 1, 2, 3. Дальше здесь 5, 6, 7, 8, 9, 10. А дальше... А внимание, 11 бит хранится вот здесь, а 12 вот здесь. 11 вместо нулевого, а 12 вот здесь. Зачем такое извращение? очень просто. Очень просто. На самом деле. Мы эти биты один в один подгружаем в регистр. Мы их не сдвигаем, ничего. Вот они как тут нарисованы, мы их подгружаем. 11 бит подгружаем на место... Да. 11 бит мы погружаем туда, в 11, а в это место, вот прям вот эти 4 бита, в это место просто записываем ноль. То есть аппаратно это гораздо проще сделать, чем взять эти битики и потом их начать двигать куда-то вот соседние. Мы их просто один в один копируем, 11 копируем туда, просто проводки, грубо говоря, замыкаем. А 12 бит знаковый. На него есть автоматика расширения этого знака на все число, поэтому его нельзя отсюда никуда девать. Вот и получается, что нулевой бит не используется, поэтому он используется для 11, а 12 бит, поскольку знаковый, стоит в этом месте. Так что нет, видимо, инструкция типа B особенно веселая. Даже инструкция типа G не такая веселая. Такие дела. Это вот как раз то самое, когда я говорил, что кодирование инструкции в Рисфайве, оно не предназначено для чтения человека. Совсем. Зато не нужно ничего двигать, то есть банальным замыканием провода номер один в провод номер один и провод номер один в провод номер ноль, мы получаем копирование этих значений. Все очень быстро. Инструкция типа U и инструкция типа G тоже очень похожи. Инструкция типа U, помним, что она делает, она загружает старшие 20 битов слова каким-то числом, и это число в результате, получается, содержит вот эти старшие биты, а оставшиеся, значит, 12 битов оказываются нулями. Инструкция типа G, это же джамп длинный. Во-первых, ему, этому джампу, не нужен нулевой бит, поэтому все хранится, начиная с первого. И получается, что мы вот эти вот 20 битов, 21, 20, 19, заталкиваем, почему, почему не 20, даже не 20. Непонятно. Заталкиваем вот сюда. Ну, а поскольку, поскольку смещение джамп может быть положительно-отрицательное, соответственно, этот знак мы продолжаем. Кстати сказать, в результате этого извращения знаковый бит оказался на месте знакового бита. Расширение знакового бита работает, как полагается, автоматика никуда не идет. Вот. Как видите, не имея достаточно четкого представления о том, как это распаяно в проводах, объяснение, почему эти биты находятся вот здесь, а не просто тупо идут подряд, выглядит, ну, несколько тягостным. Да, вот народ как-то приуныл был в детали. Вот. Ну, вот именно с точки зрения удобства распайки, ну, или разводки, да, это все как раз достаточно понятно. Именно поэтому у нас не будет упражнений взять инструкцию в бинарном виде, расковырять ее и интерпретировать, где там какие значения. Да. Такие упражнения, наверное, будут, если будет большой курс. Вот. На праке будем сидеть и посвятим одно занятие расковыриванию 32 битов инструкции. Но здесь, конечно, нам не до этого. Вот. Все, что нам нужно знать, что хранятся смещения в случае адресации в секции кода, причем смещения, деленные на два, то есть без нулевого бита, который всегда равен нулю. Вот. Как правильно сказал сокращенец, еще есть понятие косвенной адресации, где вы даете некоторое смещение. Давайте посмотрим это. Просто-просто на этом самом, на примере. Да. Так оно не работает. Вот так оно работает, да? Значит, только надо сохранить его обязательно. Сколько там? 8 уже было? Не было? Не было 8. Номера строчек. Вот. Давайте это скомпилируем. Он, слава богу, да вот. Значит, чем мы хотели, глядя? А, посмотрим, во что раскрывается лорд-ворд. Лорд-ворд раскрывается, как обычно, в относительное смещение АУИПЦ, которое пишет, сколько в черне отсюда до секции данных. И дальше... А, ну здесь, как видите, вот эта разница, там были все нули, она даже ничего не прибавляла. мы загрузили старшие 20 битов в регистр R6 и выяснилось, что это тот самый адрес, который нам нужен. Вот. 11400. Ну и окей, ничего прибавлять не надо, можно сразу оттуда загрузить, что там у нас. X6. Дед Биф наш любимый. Да? Теперь, значит, следующая инструкция. Т2. Обратите внимание, что здесь опять не произошло никакого прибавления. Почему так? А потому что мы там сместились на одну... на одну инструкцию. И здесь на одну инструкцию. Здесь 32 смещения, здесь 32 смещения. Опять получилась разница. Вот если бы мы здесь написали не адр, а, допустим, вот здесь вот что-то типа ООО, то я вангую, что вот тут смещение будет. Ну-ка. Да, вот оно. А, нет, слушайте, я вам соврал. Вот же это смещение на 4 батика. Простите. Я его не увидел. Извините. Все просто. Вот адрес в черне. Дальше из регистра подгружается... Адрес подгружается в регистр, дальше со смещением 4 относительно того адреса, который там лежит, подгружается значение. И здесь та же самая история, только смещение отрицательное. Извините, я вас обманул. Да? Вот. Обратите также внимание на то, что для того, чтобы загрузить значение в какой-то регистр, предварительно в этот же самый регистр загружается адрес. Давайте еще раз посмотрим. В RAR есть замечательная кнопочка «Выполнить программу назад». Обратная отмотка кадров. Вот, смотрите. Мы загрузили сначала в регистр T1 адрес 1100, но нам-то нужен 11008. Ну и окей. Сейчас мы возьмем по этому адресу, который лежит в регистре T1 со смещением 4, и запихнем опять же в него же в T1. Вот, пожалуйста. Такая же история и здесь. Мы загрузили в регистр T1 адрес 1100, но нам-то нужен со смещением в другую, ну, относительно 0000C. Да? Соответственно, смещение будет отрицательное. Мы с этим отрицательным смещением загрузили туда вот. Такие дела. Здесь это, вот это смещение было указано в псевдоинструкции, но мы можем сделать это, это смещение указать вручную, написав, буквально написав, что вот по адресу T2 со смещением 4 или по адресу T2 со смещением минус 4 что-то такое загрузить. Давайте посмотрим. Ну вот, тут, как видите, никакой псевдоинструкции. Это прямо инструкция loadWord, как таковая. Ой. Да, я не до кнопки нажимаю. Че был-то? А, я нажал слишком много. Вот. Че? Execution Terminators Errors. Че я сделал не так? А, ну я молодец. А что там было? Адр? Я же загрузил туда адрес, потом по этому адресу собирался что-то делать. Смотрите, исходный код делал такую косвенную адресацию, двойную косвенную адресацию для бедных, да? В переменной адрес хранился var, а var являлся адресом deadbif. Ну, давайте попробуем теперь без ошибок. Загрузили, загрузили. Здесь у нас лежит deadbif, здесь у нас лежит адрес тот самый 11004, и сейчас мы по этому адресу, вот сейчас мы по этому адресу 11004 в Т3 загрузим значение, что там лежит. Т3. А, ну внизу там deadbif, собственно. А сейчас мы загрузим с совмещением 4, это будет следующее, что там, это адрес var, то есть 101.0004, да? Давайте попробуем. Вот он, 101.0004. А сейчас мы загрузим в совмещении минус 4, это будет, соответственно, 1223344. Вот, 1223344. Вот, то есть вот эта косвенная адресация, она, во-первых, абсолютно доступна, мы с ней можем работать, и, во-вторых, смещение можно указывать руками самому. Последнее, что, видимо, я успею сегодня рассказать, это про то, как представлены массивы. Никак они не представлены, это просто куски памяти, в которые вы можете просто сказать, вот, давайте покажу погромче, просто куски памяти, в которых можно сказать, вот в этом месте начинается массив, он размером 64 байта, в этом месте он заканчивается. Давайте, давайте вот так сделаем, я думаю, что это не так сложно, и нам хватит времени. новое, сохранить, 9, только я забыл, каждый раз забываю скопировать, скопировать, вставить, вот, что сейчас будет происходить, как я считаю, я считаю, что мы сейчас будем область памяти, начиная с, начиная с, начиная с, даты, заполнять последовательно, чем, чему, 1, 2, 3, 4, 5, и так далее. 20. Обратите также внимание, что адресная арифметика, это вам не C, адресная арифметика такая, что нам нужно прибавлять именно 4 к адресу, ну, понятно, у нас хранится адрес в регистре Т0. Давайте посмотрим, как это делается. Чтобы было немножко видно начало. Загрузили адрес массива в регистр Т0. Вот он. Загрузили адрес конца массива, то есть то место памяти, которое начинается после массива в регистр Т1. Т1 будем с ним сравнивать. Загрузили единичку в регистр Т2, мы его будем, ею будем заполнять память. И пошли заполнять. Записали единичку в первую ячейку массива, нулевую ячейку массива. Прибавили единичку, там будет двоечка. Прибавили 4, чтобы было вот здесь. Проверили, что Т0 не больше, чем Т1. Прыгнули. Записали двоечку в первую ячейку массива, ну и так далее. Там не видно, ну, в общем, вы меня помните. Обратите внимание также на то, что вот это сравнение здесь беззнаковое, потому что адреса сравнивать со знаком можно только с очень большим злым умыслом. Они растут от начала до конца. То, что там внезапно появляется походу на половине дороги знаковый бит, не нашего умного дела. Сравнение должно быть беззнаковое. Еще один пример. Я уже выедаю ваше время, но еще один пример, который просто скопипащу. Он примерно работает с массивами. Вы можете, наверное, с ним в него потыкать, если хотите, самостоятельно. Мне он нужен в этой лекции для того, чтобы... Пришел человек, спрашивает, когда будет реверс-индениринг. Никогда. Да, я не умею в реверс-индениринг. Так. Вот. Значит. Давайте это все скомпелячим. Запустим прямо так, что она там должна... Вот он сначала расписал массив память единичками, двоечками, троечками и так далее. Видите? А потом ее вывел. Почему везде 2D, интересно? Не понял. А, вот он. Он там дальше начался. Вот. А. Один. Два. Три. И так далее. Вот. Что у нас в дате? В дате у нас вот эта самая строка, вот эти самые 2D. Помните, вы видели там 2D? Вот эти 2D, это минус. И вы слышите, он в конце. Вот он. Он причем, видите, нам пришлось align применить, выравнивание, потому что здесь ровно 8 минусов и еще один, 9-й. Backslash N, это значит, что мы сожрали память, а нам вот 20. Дальше мы 64 байта с выравниванием на одно машинное слово. 2 во второй степени. Это конец массива. И дальше мы их сначала расписали. StoryWord расписали. 1, 2, 3, 4, 5. А потом вывели. Весь этот пример нужен для того, чтобы показать, как работает системный, то есть внешний вызов по выводу строки разделителя. Адрес. Мы закладываем адрес. Видите? Адрес. Закладывается в ячейку в регистра 0, а системный вызов номер 4 принц-тринг закладывается в ячейку А7. Дальше мы дергаем ЮКО, он нам красиво выводит эти самые. Вот. Собственно, все. Вот мы его вывели. Значит, это нужно для того, чтобы сказать, как делается домашнее задание. И на это будет последнее, что я уже пришел к домашке. Значит, во-первых, мы можем вообще не париться ГУЁм и запускать решение прямо из командной строки. Сейчас покажу, как. Примерно так. Тут у нас есть астма. О, ПРСТ. Во, вон они. Да? Какой? Десятый. РАРС. МЕ, чтобы ошибки выводились на экран. Он... Сейчас я... НС, чтобы не выводилось на экран предупреждение, что это РАС. А СМ я забыл, что. А, старт, старт, старт с мейна, но он нам не нужен пока. СМ, НС, что там? Риск, 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 файв 10. точка, ассм. Вот. То есть, в принципе, можно вообще не ходить в РАС и программировать прямо отсюда в редакторе, любом вашем любимом. Раз хорош тем, что он все показывает, что они там help встроены, что они там регистры все показывают, что он... Ну, в общем, вот. Значит, это во-первых. Во-вторых, понятно, что, как во всяком Еджадже, происходит просто при направлении ввода-вывода, вам предоставить... В вашей программе значит, на ввод дают ввод, на вывод-вывод. Единственное, что вам придется воспользоваться также системным вызовом по вводу, который здесь, кажется, не описан, но, кажется, он был в прошлой лекции, где мы складывали два числа. Соответственно, вот и все на вся домашка. Вот все эти программки, они вот буквально на ширину ладони кажутся. Кажется. Я посмотрю. Но они простые. Вот. И у нас с сегодняшнего дня начинается наша всегдашняя эпопея «Сдай домашнее задание вовремя». В шестидневный этот самый период дедлайна не забывайте. После его истечения все становится в два раза дешевле. Оценки становятся в два раза дешевле. Вот. После истечения еще неделю оценки становятся еще в два раза дешевле. В таком виде держатся до конца семестра. То есть даже если вы все продолбали, все равно выгоднее делать, чем не делать. Вот. Значит, в чатике спрашивали, спасибо, спасибо, дорогой сокращенец, нужно ли в «Вывод домашки» добавлять перевод строки или не обязательно. Кажется, не обязательно. А вот здесь обязательно. Потому что здесь есть перевод строки в выводе. вот и все. Вот. Я, кажется, не добавлял. Если вот в этом случае я не добавлял, у меня все работает. Вот. Все задачи очень простые. Это задачи, на самом деле, просто на освоение ассемблера и того, как мы делаем с вами домашние задания. Это вам, короче, не олимпиада. Мы не будем ничего решать такого. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте, а то время уже у нас вышло вовсю. Будут риджеты? Это вы о чем? Присылаешь, а он чем-то... Конечно, будут. Люди, знаете, как интересно пишут. Особенно, если там много народу записывается, у людей такая бурная фантазия. Они могут, например, вывести условия тоже, вывод. Или они могут написать тестовую программу, которая ничего не вводит, а просто забить в память какие-то байтики и их обрабатывать. Если тест, она проходит, но потом будет какой-то под-ревью и... Значит, начиная с какого-то момента далеко не сразу. А, возможно, никогда. Вообще-то, есть у меня, так же, как в случае питона, есть у меня проверка копипаста. Ну, как вы понимаете, программа сложения двух чисел или, допустим, вот вычисление вот такой формулы, да, вряд ли будет больше там трех различных вариантов как-то сделать. Вот. Поэтому проверка копипасты на этом всем не работает. Как я уже говорил в начале семестра, отчетом, помимо домашних заданий, будет еще... Ну, вот в прошлом, позапрошлом году, когда предыдущий раз этот курс чесался, у нас был такой экзамен. Мы сидели и рисовали красивые картинки с помощью графического устройства, которое есть в Марсе. Ну, вот, наверное, в этот раз будет примерно то же самое. Вот, пойдем в класс, сядем туда и попрогамируем немножко. Вот. Там, в общем, ничего сложного, особенно, если вы предыдущее домашнее задание сделаете. Вот и все. Еще вопросы? Все, все сварились. Окей, значит, в следующий раз спать никому не дам. В следующий раз у нас, давайте посмотрим, в следующий раз у нас под программы всякая вот эта штука стэк, конвенции относительно использования регистров и так далее, и так далее. Ну, в общем, в общем, все еще довольно, довольно такая унылая штука. Вот. Ну, все, тогда. Тогда всем спасибо, еще раз спасибо сокращенцу, который... Да, 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 сокращенец напоминает, что еще очень люди любят делать подсказки. Введите А, потом вводите А. Ну, вопрос был о другом, вопрос был о том, что тесты проходят, не будет ли режетов потом. Как правило, их не бывает. Слушайте, команда из 10 срок, программа из 10 срок на самом деле. А тут еще штраф на один балл получает за закаживание на правильный посылок. Да, из 100. Да, это нужно для того, чтобы люди не делали то, что называется парковка на слух. Вот. Ну, потому что человек, ну, как это, у него не сошлось тест, он плюс на минус поменял, еще раз послал. Вот. Так можно долго парковаться. Так делать не надо. Да. Еще вопросы? Если нет вопросов, тогда всем спасибо. Мы с вами уже почти два часа сидим на самом-то деле. Да? Мне очень приятно, но, наверное, пора заканчивать. Вот. И все. Значит, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok